На этой больничной кровати Владимир с августа 2020 года. Примерно тогда и произошло ДТП, в ходе которого он получил многочисленные переломы рук и ног. В медицине такие травмы называются четанами. Так мужчина из Рубцовского района рисковал навсегда остаться прикованным к инвалидному креслу. Хотели ампутировать ногу, меня переправили в Барнаул и здесь собрали по частям. В Европе, говорят, врачи, ампутация была бы неизбежна. Так долго пациента там не выхаживают. Но чтобы поставить человека на ноги, алтайские доктора провели 9 сложных операций. Ситуация осложнялась тем, что не хватало просто кости. Она осталась на месте ДТП. Мы перерубили кость и начали ее растягивать. Организм у человека уникальный. И вот этот дефект стал замещаться новой костью. Этот метод называют методом Элизарового. Только алтайские врачи его усовершенствовали. Они вставили штифт и травма заживает уже без специального аппарата. Никакого гипса не накладывают. Вы представляете, если у больного, например, у пациента имеется перелом обеих бедер, обеих голени, плеча, там перелом позвоночника, ну мы его просто, если положим на скелетное вытяжение, у него развиваются тяжелые гиподинамические осложнения. Это пролежные. Сейчас Владимир передвигается самостоятельно, правда опираясь на костыли. Врачи шутят, скорость нормальная. И уже через несколько недель обещают перевезти Владимира на амбулаторное лечение. Подобные же случаи, по словам докторов, чаще всего случаются во время ДТП. Большой риск многочисленных переломов есть и у водителей, и у пешеходов. С отступлением весны количество аварий только увеличивается. А эти участники дорожного движения могут получить травму даже при незначительной аварии. Достаточно развить скорость 10-20 км в час и можно сломать руку или ногу, а при отсутствии шлема и вовсе получить черепно-мозговую травму. Чтобы избежать подобных ситуаций, соблюдайте безопасность на дорогах, не перестают напоминать врачи. И может быть вовремя заглушенная музыка в наушниках не даст вам стать жертвой или виновником ДТП. Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком.